Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы, наверное, слышали, что к 2030 году глобалисты планируют отменить частную собственность. На самом деле, то, что вы сейчас чем-то владеете, это всего лишь формальность. Стоит принять один закон, и у вас не останется ничего. Посмотрите, пожалуйста, это видео и убедитесь сами. Погнали! Никто не может забыть корпоративную пиар-пропаганду под названием «У вас не будет собственности», и вы будете счастливы, которая дала обратную тягу и взорвалась прямо перед лицом мирового экономического форума, когда разлетелось вирусным видео по интернету в прошлом году. И люди указывали на нее как на ужасный пример того, как в мировой экономический форум его сообщники ищут всяческие пути изменить структуру человеческого общества на свой момент. Отмечу, что заголовок той статьи, на которой было основано вирусное видео, был изменен. А потом изначальная ссылка была удалена с сайта мирового экономического форума. Смотрите, изначальный заголовок – это «Добро пожаловать в 2030 год». Вот он. «Добро пожаловать в 2030 год, я ничем не владею, не имею частной жизни, и жизнь никогда не была лучше». Вот эта ссылка, она была удалена, вернее, заголовок был изменен, и они удалили его с сайта мирового экономического форума. Смотрите, как они изменили. «Here is how life could change in my city by the year 2030». Ну, то есть, тот был совершенно откровенно наглый, и они немного изменили, потому что люди начали возмущаться. Этот заголовок переводится вот, как жизнь может измениться в моем городе к 2030 году. Ну, то есть, немножко обтекаемо. Ее еще можно найти под измененным названием. А, да, они со своего сайта удалили, видите, «Sorry, but we can't find the page we're looking for». То есть, они вообще ее удалили, и вот эту изначальную статью можно найти еще на таких сайтах, как Forbes. Но изначальную статью с изначальным названием найти не так-то просто. То есть, если погуглить, ее просто так не найти, они ее спрятали. Ее написала одна из авторов мирового форума Айда Алкен. Это ее видение будущего. На самом деле, она просто озвучивает идеи глобалистов. Посмотрите сейчас внимательно. И еще одна вещь, на которую я укажу, это очень большой шаг, который делается сегодня от продукта до услуги. Один мой друг говорит, каждый продукт – это услуга, которая ждет своего часа. Возьмем, к примеру, ваш телефон. Почему вы хотите владеть вашим телефоном? А вы знаете, сколько из вас реально владеет телефонами? Кто из вас знает, что на самом деле компания владеет вашим телефоном? Таких людей немного. Вам нужна функция, вам нужно обслуживание. Зачем вам владеть вашим телефоном, если вы просто можете арендовать его? Как же вы можете арендовать холодильник, стиральную машинку или посудомоечную машинку? Зачем обладеть всем этим? Друзья, понимаете, к чему это идет? Это идет к рейтингу социального доверия, которая уже система, которая работает в Китае. То есть, ваш телефон, вот у меня iPhone, на самом деле, если корпорация Apple захочет его отключить, она его отключит. И это будет сделано на основании моего рейтинга социального доверия. Если мой рейтинг социального доверия недостаточно высок, если я не проявляю лояльность власти, то мой телефон просто отключается. По такому же принципу будут контролироваться ваши автомобили. Через бортовой компьютер фирма-производитель может легко блокировать, либо разблокировать ваш автомобиль. А если вы думаете, что вы владеете квартирами в городах, то вы тоже очень ошибаетесь, потому что, когда проходила приватизация, нас обманули, естественно. Нам оформили якобы в собственности квартиры, но, понимаете, собственность на квартиру не имеет смысла, если вы не владеете долей земельного участка, на котором стоит дом, в котором у вас есть квартира. А если вы позвоните в Росрегистр и спросите кадастровый номер вот этой доли участка, вам его не назовут. Вот, например, в Москве вся земля под домами принадлежит Москве. Только лишь 1% домов вовремя успели оформить себе земельные участки. Поэтому, друзья, платите вы ЖКХ, не платите вы ЖКХ, платите вы налоги, не платите вы налоги. Вот, например, ко мне может прийти в любой момент Собянин и сказать, слышь, ты пошла отсюда, это моя земля, ты здесь больше не живешь. И поеду я в Новую Москву. Вот так, друзья, вот такая у меня для вас сегодня информация. Спасибо, я благодарю вас за информационную и финансовую поддержку моего канала. Спасибо, что пишете комментарии, ставите лайки, делитесь моими видео. Спасибо, что смотрите. До новых встреч. До новых встреч.